Здесь вы видите самолет и находится Ру, либо другое название, это Сириус, это продолжение беспилотника и находится, или Орион, но в большей размерности. То есть, если была машина со взлетной массой порядка одна тонна, здесь порядка двух с половиной тонн. Соответственно, большие функциональные возможности, большая номенклатура целевых нагрузок, как разведывательные, так и ударные возможности существенно возросли. Есть существенное повышение автономности аппарата, использование технологии искусственного интеллекта на борту. Что-то еще? Насколько полагаются на высокоточное оружие? Насколько обычные пабы? Куда перебор? Безусловно, для такой размерности нужно использовать высокоточное оружие, потому что с учетом тех высот, на которых это можно эксплуатировать, чтобы он не был поражен, то здесь, ну, прежде всего, это высокоточное оружие с навигационным наведением, с лазерным наведением, в том числе, это управляемые ракеты «Воздух-Земля». Сегодня, как мы знаем, были подписаны контракты для обороны? Да, то есть машина достаточно высокой степени проработки, в Министерстве обороны полностью предъявлены этапы РКД, сейчас большая часть агрегатов уже изготовлена и находится на испытаниях, до конца года мы планируем поднять машину в небо и в следующем году начать поставки. Спасибо.